Дорогие гости, добро пожаловать в музей Сергиевское Кухмистерское. Вы смотрите программу Музея Мания на телеканале Русский Мир. Добро пожаловать, прошу за мной. Меня зовут Татьяна, я дочка хозяйки этого заведения. Свой рассказ я начну с того, что же такое кухмистерское. Название это происходит от немецкого слова кухмистер, главный повар. Эти заведения появились в России в 18 веке. Их, как многое другое новое заграничное, привез к нам Петр I. Сначала они появились в столице Петербурга и Москве, а затем уже распространились в провинциальные города, как наш Сергиевский посад. У нас кухмистерские появились позже, во второй половине 19 века. Это связано со строительством железной дороги. Добираться из Москвы стало гораздо быстрее, удобнее, поэтому количество богомольцев Лавры, постоянных жителей города и торговых гостей резко увеличилось. Всех нужно было привечать и угощать, поэтому и появились кухмистерские. Здесь горячая часть кухни. Это наши кормилицы. Плиты. Они все дровяные. Топим мы их дровами, углем или коксом. Что есть в доступе, то и используем. Все наши плиты заграничные, европейские. К примеру, эта плита французская. У нее есть несколько комфорок, чтобы готовить на открытом огне. Есть небольшая духовка, можно испечь пирожок. Топится такая плита через маленькую топку. Дрова приходится колоть очень мелко. Прогорают они быстро и при прогорании зола просыпается через решетку. Зольник. Зольник нужно постоянно вытряхивать. Для каждого блюда своя температура. Регулируем ее с помощью поддува. Сбоку отдельный рычажок. У этой плиты есть специальное отделение для сушки дров или угля. Пока плита у нас еще теплая после приготовления пищи, дрова с уличной дровницы можем туда заложить. Они просыхают и на утро быстро занимаются. Не нужно мучиться с розжигом. Справа у этой плиты самая интересная часть. Бак для нагрева воды. Воду мы заливаем сверху прямо через комфорку, а сливаем через латунный краник снизу. Воду довести до кипения там практически невозможно. Она чаще всего теплая, техническая. Ее используем для мытья посуды и остальных хозяйственных нужд. Наша карамель паточная. Готовим мы ее на картофельной патоке. Она самая светлая и считается самой удачной для карамели. В домашних условиях патоку получить невозможно, к сожалению. Для этого нужно специальное оборудование. Делают ее на крахмалопаточных заводах, а нам привозят дядюшка со своей фабрики из-под Ростова. Патока это вязкая жидкость, которая не имеет своего ярко выраженного цвета, вкуса, запаха. Она лишь немного сладкая, а самое главное ее свойство это вязкость. Используют ее чаще всего в кондитерском производстве для придания продукту эластичности, в том числе и для карамели. Наши любимые с сестрицами лакомства это ландрины. Карамельные леденцы. Их мы тоже готовим самостоятельно. Рецепт очень простой. Всего лишь три ингредиента в основе сахар, вода и патока. Они уже заранее смешаны в кастрюльке. Теперь мы их проварим несколько минут, получится горячий сахарный сироп. Его нужно будет остудить на холодном каменном столе, затем добавить дополнительные ингредиенты, вымешать вручную карамельное тесто и нарезать на отдельные конфетки. Прямо сейчас мы вместе с вами все это сделаем и надеюсь вы мне немножко поможете. На этом столе мы будем вымешивать карамель. И чтобы карамель не прилипла, его нужно смазать. Маменька нам рассказывала, что по молодости она для этих целей использовала пчелиную вощину. Воском точно так же натирали стол, на котором вымешивали карамель. Но у воска есть неприятная особенность, он может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому сейчас мы используем кокосовое масло, более нейтральное в этом смысле. Сахарный сироп готов и теперь его нужно остудить. Я его вылила на холодный гранитный стол. Карамель начинает моментально остывать. Добавляем еще щепотку лимонной кислоты. Пару капелек красителя натурального для цвета, чтобы наша карамель была красивая, не только вкусная, но и красивая. И для вкуса добавляем натуральный экстракт какого-нибудь растения. Сейчас у нас ананас. Все ингредиенты запечатываем конвертиком и теперь остужаем здесь на каменном столе до той температуры, пока можно будет взять карамель в руки. Карамель я перекладываю каждый раз на холодную часть стола, потому что от такой температуры камень тоже нагревается. Теперь уже можно взять карамель в руки и вымешивать вручную. Поначалу, как вы видели, карамель была жидкая, текучая и прозрачная. А вот при вымешивании она мало того, что остывает, она еще и насыщается кислородом. От этого становится карамель более плотный, эластичный, и цвет тоже меняется. Из прозрачного он становится белесым, с прожилками и перламутровым отливом. Тесто уже трудно вымешивать, и это показатель, что оно готово. Теперь нарезаем его на отдельные кусочки. Карамель раскатываем на небольшие палочки, и такую палочку уже можно нарезать ножницами на отдельные конфетки. Можно резать ровно, получаются подушечки, это более историческая форма. Но нам с сестрицами больше нравятся пирамидки. Готовые конфеты мы оставляем на холодном столе. Эту комнату маменька наша сдает в наем. Здесь сейчас проживает Агнесса Карловна Гольм. Агнесса Карловна у нас за постой не платит, в столовой это бесплатно, а взамен шьет нам с сестрицами модные наряды, да приданные. Маменька считает, что у нас купеческих дочек без хорошего приданного замуж не выдать, ищет нам хорошую партию. Здесь Агнесса Карловна шьет нам и наряды, и здесь же вы видите уже готовые платья. С этой стороны наряды моих сестриц, одни из светлых тканей с небросским рисунком, как и положено юным барышням. С правой стороны у окна платье нашей маменьки. Она у нас домостатная, к тому же еще и вдова, ей положены только темные цвета и плотные ткани. По центру манекен с элементами костюма. Нижняя сорочка, корсет, тюрнюр, все можно рассмотреть в деталях. Самый маленький манекен это костюм гимназистки, ученицы Агнессы Карловны. В таких костюмах ходят девочки из школы при Александромариинском доме презрения. Здесь Агнесса Карловна и проживает в этой части комнаты. Здесь у нее кровать, туалетный столик с различными дамскими штучками. А в основной части комнаты она принимает своих гостей. Агнесса Карловна преподает курсы рукоделия для девочек в соседнем Александромариинском доме презрения. Руководство школы пошло ей навстречу, выделило несколько швейных машин, чтобы она могла принимать учениц и на дому. На этом столике у Агнессы Карловны модные журналы с нарядами, различные швейные принадлежности и некоторые элементы костюма. Несколько шляпных булавок, потому что Агнесса Карловна у нас модистка. Это как раз ее специализация. Также здесь у нее баночка с нафталином, наперстки, игольницы, сантиметр, различные ножницы для каждой операции свои. Кипяток для чая греют в самоварах. Самоваров великое множество. Они пришли к нам вместе с чаем из Китая. Русские умельцы очень быстро научились делать самовары самостоятельно и придумали очень много имен. Самовары называли самогреем, самокипцем, самогаром, самодуром. Названий было много, как и диалектов. Суть оставалась одна. Самовар не требует дополнительного источника огня. Ни плиты, ни печки, ни очага. Использовать можно даже в дороге. Очень удобно. По конструкции самоваров тоже много разных вариантов. У Навскухмистерской тоже есть своя коллекция. По центру самый высокий самовар Тейли. Работает он на керосине. По тому же принципу, что и керосиновая лампа. Такой самовар не коптит. Его мы чаще всего используем в жилых комнатах, когда не хочется лишний раз выходить на улицу вечером или в ненастную погоду. Самый маленький самовар, он всего лишь на несколько чашек чая. Используем его для одиноких гостей нашей кухмистерской. Такой самовар готовится быстро, расход маленький и называется эгоист на одного человека. Чай обычно хранили в чайницах. Чайницы делали из разного материала. Делали из стекла, фарфора и металла. У нас чайница прозрачная. Через такую сразу же видно, сколько чая осталось. Хранили их, конечно, в темном месте в буфете. На стол обычно ставили в качестве украшения и угощения сахарную голову. Такую голову могли прямо во время чаепития за столом расколоть специальными щипцами и угостить, соответственно, всех гостей. Если гостю доставался кусочек сахара, то пили его с чаем обычно либо в прикуску, закусывая кусочек сахара между зубами и запивая несладким чаем, либо в накладку. Кусочек сахара клали в чашку, растворяли и пили уже сладкий чай. Ну а если кусочек сахара гостю не достался, то приходилось пить чай в приглядку. Чай пить не сладкий, а на сахар только поглядывать. В России пустой чай никогда не пили. Обязательно предлагали к нему угощения. Вот и мы сегодня угощаем вас с домными булочками в виде жаворонков, вареньем малиновым без варки, апельсиновым джемом, фруктовым мармеладом, фруктовым цакором и цукатами из крыжовника. А теперь я с вами прощаюсь, приглашаю вас в музей Сергиевское Кухнистерское. С вами была программа Музея Мани на телеканале Русский мир. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok